Тема местной гемостатической терапии, то есть основных кровотечений в тактической медицине, сейчас очень широко освещена. Я уже так вот говорила в одном видео, нет такой классификации, но давайте их разделим на группу хитозана и все остальные. Сахарид, который производят из панцирей ракообразных, панцирей крабок, но у них много побочных средств, то есть местное нагревание раны, зон некроза. Не получается это, он рассыпается раньше времени или больно это происходит. Сейчас очень активно стал использоваться в боевой обстановке, в тактической медицине, но при этом абсолютно не используется в стационаре. Дорогостоящий эффективный препарат, он уходит, не доходит до точки применения. Затампонировали рану, отправили человека в специализированное учреждение или там куда-то, где могут оказать более квалифицированную помощь. И там уже производится окончательный остановок кровотечения. Добрый день, с вами Елена Алинова от Музея тактической медицины. Хочу немножко сегодня рассказать вам о гемостатических препаратах, конкретно о хитозане. То есть тема местной гемостатической терапии, то есть остановок кровотечения в тактической медицине, сейчас очень широко освещена. Очень много роликов и материалов известный препарат Целакс. Всем давно уже никого это удивление вызывает. Я тоже делала различные обзоры про лекарственные вот эти формы. И мне хотелось еще подробнее какие-то моменты рассказать. Давайте разделим все местные гемостатки, то есть средства для остановки кровотечения. Я уже так вот говорила в одном видео, нет такой классификации. Но давайте их разделим на группу хитозана и все остальные местного действия именно. Сейчас мы не берем какие-то аминокопровую кислоту, там что-то внутри вены, внутри мыши, таблетки всякие. Это тема других видео в будущем и в прошлом. Только гемостатики местного действия. Группа Целакс и все остальные. Все остальные туда относятся различные циолиты на основе глины, каолины. Каолин, глина, циолиты – это больше такие вот как ацербирующие вещества. Мне не хочется о них говорить. Известно, что они применяются тоже давно. Началось это все применяться, ну, в Америке это все применяет. Но у них много побочных средств. То есть местное нагревание раны, зон некроза. Они не биоразлагаемые, их нужно эвакуировать из раны, вымывать обязательно. За счет повышения температуры местной, локальной, они могут вызывать некроз тканей вторичный, дополнительные повреждения к тому, которое имеется. Хитозан, в отличие от этого, он, хитозан – это полисахарид, который производят из панцирей ракообразных, панцирей краба, креветок, тоже там не могу сказать, но из панцирей ракообразных краба. И вот это вещество, само по себе хитозан, оно является биоразлагаемым. То есть оно тканями утилизируется. Если вдруг какие-то крупинки там остались, то для организма это не опасно, абсолютно никак не опасно. В некоторых случаях даже это полезно бывает. То есть это биоразлагаемый материал. Поэтому ЦЭЛКС сейчас выходит на первый план в плане гемостатической терапии вот этого местного действия. И он применяется в различных вариантах. есть в виде бинта, которые, ну, бинт пропитанный вот этим веществом. Я хочу открыть, но чуть позже, или, может, в следующем видео, мне хотелось сравнить это с другими нашими формами, которые производятся у нас. Потому что это импортные все препараты. В виде бинта, рулончиком сложным. В виде бинта, в виде Z Fold, так называемый, в виде сложной гармошкой, которая удобна для тампонада раны, которая удобнее так заталкивать в рану, не раскручивая при этом бинт. В виде шприца производится. То есть аппликатора. Вот шприц – это такое название условное. В виде аппликатора, когда порошочек помещен в такую пробирочку. Эта пробирочка вот так открывается. В стерильном виде там она. Там внутри насыпан порошочек хитозан. Так вот он выглядит. Мы можем немножечко намочить водичкой, и он разбухнет. Давайте сразу туда поместим, потом покажем. Большое количество здесь не хочу. То есть вот он выглядит вот так. Он закрывается, вот этот вот шприц-поршень. И здесь вот колпачок открывается, вот так вводится в рану. И на конце пластиковой трубочки этой лепестки, которые при давлении вот так раскрываются, и в рану, в глубину раны. То есть аппликатор удобен тем, что его можно даже... Не обязательно это в узенькую рану делать, потому что часто, как вот там раскат, пытается завести его в узенькую рану, в какое-то в огнестрельное ранение. И тем самым не получается это. Он рассыпается раньше времени, или больно это происходит. Не нужно этого делать. То есть даже если рана, она обширная, там глубокая, нужно, во-первых, следить, чтобы вот этот поршень не отвалился, иначе это все выспится вот сюда. Вот, нужно вот сразу его держать таким образом, вот, чтобы поршень у нас не отвалился. Вводится в угол раны, просто в угол раны. Если рана, там рваная рана. И таким способом вот распределяется препарат. Это та же самая тампонада, когда вот бинт тампонирует, вот порошок распределяется, вводится в углы раны, ну туда, куда дотянулся. Не нужно его вот здесь вот выспал, вот здесь вот и все. Вот, то есть это преимущество по сравнению с лекарственной формой, когда просто есть порошочек, гемостатические гранулы, порошок. Ведь порошка используют это лекарственное средство, но к порошку такое отношение, что, знаете, препарат достаточно дорогой, ну, открыли порошок, кровотечение, как правило, бывает вот в глубине, не на поверхности, не с кожи крови, там, ну, крупные сосуды, крупные повреждения, они в глубине располагаются. Порошок приходится вот так, когда распределяют на поверхности раны, вот здесь насыпали, часть на кожу, часть на раны, и вот здесь вот сверху начинают придавили. Тампонировать вот так, ну, неудобно, чтобы посыпать бинт, тампонировать. Поэтому порошок, он часть по ветру разлетел, часть на кожу высыпался, здравоостоящий, эффективный препарат, он уходит, вот, не доходит до точки применения. Вот в этом смысле, казалось бы, эффективный вот шприц, ну, хотел сказать, тюбик, ну, аппликатор в виде шприца, но у нас почему-то вот это мало применяется. Наших не производят фирм практически вот в виде шприца. И, а почему не производят? Потому что, как вот так вот я спрашиваю, что почему вот шприцы? Вот, потому что считается, ну, не пользуются спросом. Нет заказа, нет такого заказа, то есть спросом не пользуются, то ли не умеют пользоваться, то ли почему. хотя вот казалось бы, препарат достаточно такой вот, ну, форма выпуска достаточно удобная. Вот так должна бы быть. Вот. Потом еще можно посмотреть, как выглядит хитозан. Смотрите, вот кроме вот этих вариантов выпуска. Это вот наш лекарственный препарат, но, хотя здесь написано, что лекарственным средством не является, больше как косметическое средство. Хитозан. Аргавасна. Это фирмы Арго есть. У них много, там всякие какие-то есть пищевые добавки, в смысле там вот какие-то кедровые орехи перемолотые, шкурки, чаи, очень много там у них. И в том числе есть, они считаются как косметическое средство. Хитозановый гель, здесь состав с ионами серебра, вот в данном случае. То есть хитозановый гель с ионами серебра. Его используют, рекомендуют там использовать как косметическое средство при ожогах, при небольших повреждениях. Он образует на коже такую пленочку. Выглядит он вот таким образом. Вот туда вот, когда используют, не нужно туда пальцем залезать. Нужно делать или стеклянной лопаточкой, или вот там такой одноразовый, ну, палочкой какой-то. Вот. Выглядит вот таким он видом. Вот оно в виде геля. Это здесь хитозан, вода и серебро. То есть если вот сюда мы нальем водички, давайте это сделаем, сейчас посмотрим, оно должно также немножечко этот гель разбухнуть. Вот. Он биологически активный, вот этот вот препарат. Тут вот он должен быть вот так вот немножечко разбухнуть. И когда его наносят на кожу, он высыхая образует, ну, такую поверхностную пленочку. Вот это вещество, я знаю, используют при ожогах. Причем ожогах, ну, большой площади поражения. Когда кожа повреждена, верхний слой, кожа наша, это защита нашего организма от внешнего воздействия. Она регулирует температурный режим, она влажность определенная должна быть. И очень важно не просто покрыть там чем-то, ожоговую поверхность, а должна быть, как искусственная кожа, она должна, то, что нужно, должно проходить, проницаемо должна быть вот эта, ну, мембрана, так скажем. И от внешнего воздействия, то есть должна испаряться рана, должна туда поступать воздух, но при этом не должно быть слишком герметично, то есть это не должно быть клеенкой. Приклеить скотч и приклеить вот хитозановый гель, это разные вещи. Здесь тоже пластырь такие. Поэтому он применяется при ожогах. Ну, вообще косметические продукции, там есть разные, там серебро, ну, серебро, это мы знаем, что ионы серебра, они бактерицидным действием обладают. Там есть и с персиковым маслом, там с абрикосом, различные вот эти вот варианты, вот, с, по-моему, там с сиренью, противоотечный. И мне это давно уже, вот этот вот препарат, они известны, их применяют и в косметологии, и в противоожогах, и в таких вот, например, когда, ну, ссадины множественные, вот, применяется вот этот гель. Но при этом на рану его не использовали в те годы. Это пошло вот это вот целок, американское производство, можно сказать. Вот, и вот это вот мне непонятно, почему раньше никогда не применяется. Кроме того, мне всегда вот вопрос возникал. Наше производство, отечественное, у нас много этих хитозановых, ну, крабов, то, что можно произвести, использовать. Сейчас очень активно стал использоваться, ну, в боевой вот обстановке, в тактической медицине, но при этом абсолютно не используется в стационаре. Меня это всегда удивляло. Думаю, почему это не используется, это тоже можно. Но считается, что стационар, как бы, это место окончательной остановки кровотечения. А все-таки вот эти все тампонады, раны и все такое, это метод временной остановки кровотечения, там, да, эффективный, но это временная остановка кровотечения. Затампонировали рану, отправили человека в специализированное учреждение, или там куда-то, где могут оказать более квалифицированную помощь. И там уже производится окончательная остановка кровотечения. Прошиваются сосуды, накладываются там зажимы. Но все-таки в практической, в гражданской медицине, вот это средство, пропитанные хитозаном бинт, должно быть востребовано. Я приведу несколько примеров, когда просто необходимо, чтобы были вот эти вот гражданские версии. Ну, смысл, что вот можно взять эти бинты и там применять. Например, в онкологии есть распадающиеся опхоли, которые неудалимы. Невозможно их удалить, они кровоточащие. Они доставляют, кроме того, что человек теряет кровь, они доставляют очень много вот таких неприятностей, неудобств. И есть ситуация, когда, да, вот можно просто гемостатическим бинтом, но применяется губка гемостатическая, какие-то там с аминокапронной кислотой, с алфейкой, то, что произведено для гражданской медицины. Вот целокс нигде, я не знаю такого лекарственного препарата, что применялось там, ну, я говорю целокс, имеется в виду хитозан. И вот сейчас больше, ну, разговор идет гипоглоз. Такое название есть у него, русский целокс. Почему? Потому что у него большой объем производства, они могут, по сути, обеспечить вот этим лекарственным, сырьем, потребность медицины. Но у нас это применяется мало. Во-первых, распадающиеся опухоли, раз. Потом, например, операции на полости носа произвели, производится топонада бинтами. Можно обычными бинтами, можно бинтами гемостатическими, пропитанными вот хитозаном, целоксом. Вот, кстати, посмотрите, мы начали проводить эксперимент, и здесь вот воронулки такие, они стали, превратились вот в такой гель вот желатиновый. Такой желатиновый превращается в желирующем свойство обладает. Вот. Итак, вернемся. В гражданской медицине распадающиеся опухоли, раз, носовые кровотечения должны быть в виде тонких вот этих турундочек, которые можно поместить к кровоточащему сосуду. Носовые кровотечения, например, не связаны с операцией, связаны с операцией. Потом, ну, электроконизация, есть шейки матки, когда берется биопсия, и к месту взятия биопсии, ну, например, я привела такой пример, который, ну, первую приходит вот в голову, и происходит тампонада вот бинтом, гемостатическим бинтом, который, к тому же еще, заживляющим действием обладает. Это очень важно. И я думаю, что в ближайшее время, там, год-два, когда сейчас еще это будет дальше развиваться, производство, будут в гражданской медицине применяться вот эти вот средства, хитозановые бинты, так называемые, хитозановые бинты для тампонада носа, для тампонада в той же самой где-то на скорой помощи временная остановка кровотечения, ну, и в том числе как остановка кровотечения при каких-то ситуациях, когда другим способом помочь невозможно. Как я уже называла, вот распадающиеся опхоли, вот, после биопсии, биопсия одно, бывает там кровотечение, ну, шейки матки, та же самая, опхоль, а там ничем не поможешь, обычно бинтами тампонируют. Вот эта вот тема гинекологическая, она иногда вызывает улыбки, такие вот, потому что вроде это тактическая медицина, и даже когда вот вопрос стоял, что использовать тампоны в виде для остановки кровотечения, очень много иронии на эту тему было, и в том числе у меня там тоже было небольшое, небольшое видео там двухлетней давности, где просто я немножко говорила, вот что, ну, как бы метод такой вот обсуждаем, существует. Это говорит о чем? Что нет эффективных средств, которые вот, ну, полностью остановят кровотечение при узеньке хранениях, идет поиск этих средств, вот о чем говорит. Давайте посмотрим, что у меня на руке, какая пленочка образуется. Ну, я представляю, потому что я вот эти, мы использовали вот при ожогах, вот, при ранах таких поверхностных, оно потихонечку засыхает, то есть кожа не щипет, и под ним происходит заживление раны. Смотрите, вот в этом видео я просто немножко рассказала о формах выпуска хитозана. Хочу еще видео сделать по, именно по препаратам фирмы гипоглоз, и в нем тогда мы откроем бинт и посмотрим, как он выглядит. Большое спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok